Около 5 миллиардов лет назад в протяженном газопылевом облаке образовалось центральное сгущение, протосолнце, которое медленно сжималось. Другая часть облака, массой примерно в 10 раз меньшей, медленно вращалась вокруг него. По мере сжатия скорость вращения облака увеличивалась, и оно приняло форму диска. В результате столкновения атомов, молекул и пылинок, туманность постепенно разогревалась. По мере разгорания Солнца, легкие химические элементы, водород, гелий, покидали центральные области облака, уходя к его периферии. Поэтому планеты земной группы сформировались из тяжелых элементов с малыми примесями легких, и получились небольшого размера. Из-за большой плотности газа и пыли, излучение Солнца слабо проникало к периферии протопланетного облака, где царила низкая температура, и пришедшие газы намерзали на твердой частице. Поэтому далекие планеты-гиганты сформировались крупными, и в основном из легких химических элементов. Процесс формирования планет представляется следующим образом. В дискообразном газопылевом облаке, вследствие взаимного столкновения его частиц, возникали многочисленные сгущения. Множество мелких сгущений разрушалось от взаимных столкновений, а иные выпадали на крупные сгущения, в результате чего они увеличивались в размерах и уплотнялись, постепенно создавая зародыши планет. Неупругие удары при столкновениях сгущений привели к тому, что орбиты зародышей планет стали близкими к окружностям. Со временем выжили лишь те наиболее крупные зародыши, которые располагались далеко друг от друга, и не оказывали существенного взаимного гравитационного воздействия. Поэтому их орбиты вокруг Солнца стали устойчивыми. Из этих зародышей на протяжении сотен миллионов лет и сформировались большие планеты. Между орбитами Марса и Юпитера, где значительное гравитационное влияние Юпитера препятствовало росту сгущений и нарушало устойчивость их орбит, сформировались малые планеты-астероиды и метеориды, которые в нашу эпоху часто сталкиваются друг с другом и с планетами. На самой периферии начального облака из остатков легких газов и незначительного количества пыли возникло множество комет.